Продолжаю вам сегодня рассказывать про сельскую ипотеку. Хочу рассказать о некоторых нюансах, о которых лучше стоит знать заранее, чтобы потом не было ненужных сюрпризов. Вы часто задаете мне вопрос о том, что, Катерина, вот 3% процентная ставка, а что же будет в договоре уже в интернете? Много договоров ходят по сельской ипотеке, кредитных договоров, в которых написано, что процентная ставка может быть в одностороннем порядке банком увеличена. Так ли это? На самом деле это так. Все банки пишут о том, что если программа отменится или будут внесены какие-то изменения, в основном это отмена действия программы, то есть до 32 года навряд ли там будут какие-то колебания глобальные, пока программа действует. Может быть следующее. На сегодняшний день у вас ставка в договоре в кредитном зафиксирована на 3%. Далее там прописано, что изменение процентной ставки может быть на сумму увеличения ключевой ставки Центробанка. Вот если на сегодняшний день у нас там 4 с небольшим процента, да, вот это вот ключевая ставка Центробанка, то мы к нашим 3% или 2,7% у кого это процентная ставка, будем плюсовать ставку Центробанка. Поэтому, ну вот если мы там служим нехитрыми вычислениями 3 плюс 4, там 4,5, получим 7,5% на ставку. Я могу сказать, что на сегодняшний день ни один из банков, вот прям ни один, не кредитует заемщиков под 7,5% на жилые дома. Кредитование под жилые дома, но самое дорогое, самая дорогая процентная ставка от 8,5% и выше процентов. Кроме того, на дома всегда большой первоначальный взнос требует банк. От 20% выше. 20% это прям в лучшем случае. Как правило, это 25, 30 и даже 40% требует банк, чтобы у нас был первоначальный взнос. Ну, далеко не у всех есть первоначальный взнос в размере 40%, да, и поэтому, ну, даже 30%. Поэтому по сельской ипотеке у нас обязательное условие это 10% первоначальный взнос в Россельхозбанке, 15% это в Сбербанке. Ну, такая приятная цифра, которую, в общем-то, можно найти. Условия по кредитованию в сумме, суммы самой ипотеки, они пока не поменялись в основном по банкам. Это 3 миллиона рублей можно взять в сумму сельской ипотеки. То есть сумма кредита максимальная это 3 миллиона. Воспользоваться этой ипотекой можно только один раз. Такого, как с обычной ипотекой, если мне позволяет доход взять одну, вторую, третью сельскую ипотеку, такого нельзя. Здесь можно воспользоваться, повторюсь, только один раз. У нас Россельхозбанк пошел дальше. Они сейчас предлагают клиента воспользоваться сельской ипотекой в размере до 6 миллионов рублей. Мы сами удивились, как это, потом нам пояснили, что если вы супруги, то вы можете заключить брачный договор и каждый взять по сельской ипотеке, оформить два кредитных решения. И в рамках этого кредитного решения в долевую собственность приобрести объект. То есть вот закон у нас как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Можно читать между строк, как-то Россельхозбанк это умирается провернуть. В общем, по Россельхозбанку на сегодняшний день можно пробовать брать ипотеку до 6 миллионов рублей на двух созаемщиков. Есть и супруг с подтверждением дохода, супруга с подтверждением дохода, есть брачный договор. Я рассказывала ранее, как его составить, для чего он нужен. Но в данном случае нужно именно для того, чтобы разделить сразу долю. Дай приобрести на одного из супругов долю одну вторую и на второго супруга одну вторую долю. И тогда банк рассматривает почему-то по непонятным для нас причинам, как самостоятельный объект и выдает две разных ипотеки. То есть на семье две ипотеки. Вот таким образом можно увеличить сумму кредитного решения по сельской ипотеке, что тоже, в общем-то, приятно. И повторюсь еще про один момент, что по новой Адыгеи, по Тахтамукайскому району, и вот все, что относится к Тахтамукаю, республика Адыгея, процентная ставка будет 2,7. Но какая бы хорошая, вернее, не была на стопроцентная ставка, и, в общем, я думаю, вы со мной согласитесь, что если приплюсовать ключевую ставку Центробанка, каком бы на объеме у нас ни была, там даже до 5%, мы выигрываем за счет минимального первоначального взноса первое, а второе, что когда эта ставка еще подрастет, когда нам ее пересчитают, ну, хоть год, два, три, четыре, вы можете быть уверены в том, что вы будете платить именно по той процентной ставке, по которой вы ипотеку взяли. Это гораздо меньше в сумме переплаты. Но здесь есть теперь одно «но». По программе внесли следующее пояснение, что если вы в течение 180 дней не пропишетесь в объекте, кто-то из членов вашей семьи, а вообще банки требуют, чтобы это был основной заемщик, кто-то должен быть прописан, да, из заемщика в объекте. Если не прописались в течение 180 дней, то банк имеет право поднять процентную ставку на 1,5 пункта, то есть раз на 1,5 пункта, да, не 3, а 4,5 пункта. Это первый момент. Второй момент, что если, ну, пока они говорят так, что если хотя бы есть одна просрочка, то банк имеет право поднять ставку сразу до 11,5 пункта. Поэтому сельскую ипотеку, если уж вывели, ее взяли, то будьте готовы платить ее исправно и прямо заранее, для того, чтобы сохранить, друзья, эту пониженную ставку. То есть просрочек здесь никак у нас не допускается. И, в общем-то, обязательное условие, что вы должны быть зарегистрированы в объекте. Вот такие у нас есть новости изменения по сельской ипотеке. Я думаю, что они вам были полезны. Подписывайтесь на наш канал и выдержайте вас в курсе событий. С вами я, Екатерина Романенко.